Понимание такое, что вы посмотрите, мы видели несколько таких переселений, несколько было переселений из Израиля, то есть из земли, данной Аврааму, Цаху и Якову. Сначала переселили 10 колен, из которых сегодня мы почти ничего не знаем. Фактически, да? Мы не знаем. И где они жили, как они жили, в каких местах. Есть понятие такое пуштуны. Кто знает такого народа из пуштун? Есть пуштуны. Это территория Афганистан, Таджикистан. Каким-то образом думают, что это евреи, которые переселенные. Они не радикальные мусульмане, у них есть свое понимание каких-то вещей. Как-то так думают, предполагают, что может быть это те рассеянные евреи, которые не вернулись, будем говорить так, обратно в Израиль. А ведь ассирийское царство, оно было очень большое. Очень большое. Поэтому мы не знаем этих всех вопросов. В Индии очень много монаши, монассия. В Индии. В Китае очень много евреев. А как подразумеваете рекламу на Австралию и Африку? Австралия, Африка. Африканцы, мы уже говорили. Мы как раз затронем этот вопрос. Вот Ниемия говорит об одной ситуации, которая в одном из племеневрейских, вернее, африканских евреев. Эта тема поднимается, мы ее тоже рассмотрим. Фактически, посему, Лису Земли рассеял? Да, действительно рассеял. Но рассеяние, то есть, не произошло за один раз. Постепенно, постепенно. Но мы говорим о возвращении. Мы говорим о том, как народ вернулся. И вот этих три таких волны переселения обратно. Как было две волны переселения в Сирию туда, в Вавилон. Буквально там, это тоже время заняло. И мы видим, что различными путями. Даниил был в одном месте. Исфирь, Мардахай были в другом месте. И это тоже понятно, что настолько это было рассеяно, что люди не знали, кто евреи, кто не евреи. Если бы какая-то четкая была форма одежды, как сегодня, четко одеты в парике или в черном суртуке, значит, знаете, что евреи. Хотя можно по-разному понимать. Но была все-таки какая-то часть, что люди не знали, почему и как. И вот мы говорили о том историческом фоне, который был во времена переселения. Еремия об этом суде очень четко говорит. Суд, что Господь рассеял Израиль. Но как он рассеял, так и он соберет его. Вот был ли замысел Божий в том, чтобы рассеять и уничтожить храм? Ну, не знаю. Конечно, Бог всемогущий, всеведущий. Но я знаю точно, что он оставляет за человеком решение восстановления. О чем я говорю? Вот мы отходим немножко от темы. Многие из нас переживали такое чувство возрождения в Боге. Мы были радостные, веселые. Мы были такие энергичные. Мы готовы были все для Господа сделать, как Давид. Мы готовы ли бы танцевать для Господа. Или чай. Все жертвы давать, которые просили. Даяние, приношение. Все для Царства Божия принести. И потом в какой-то момент приходил упадок в нашем духе. Разочарование. Что-то не так. Эти цари не такие. Постара не такие. Служители не такие. Не та церковь, не та жертва. Какое-то разочарование. Потом как будто нас совсем разбивало. Все. И нас забирали в плен. Попадал кто-нибудь в плен. К врагу. То есть, как бы на собрание не хожу. То есть, храма нету. Нету кому-то дать наставление. И вот такое состояние. Как будто забрали тебя в плен. Этот плен далекий. Далекий, 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 далекий плен. Но вдруг есть надежда. Пришла какая-то надежда. Тоска. Ведь Бог слышит. Слышит. И начинаешь потихоньку молиться. Ответ от Господа. Какое-то богословение. И тут приходит ревность. А ревность все-таки. Можно построить Царство Божие здесь на земле. Можно проповедовать, евангелизировать. Давайте потихоньку вернемся в те развалины, которые разрушил. И вот этот прообраз восстановления второго храма, это как будто второй шанс, который дается человеку. Я так понимаю. Вот, например, Иезекия, которая сделал переворот такой реальный. Он убрал всех идолов, отменил высоты. И потом решил он сделать Пасху. Но люди не были готовы. Он их заставляет очищаться. Священники не готовы. И все равно во второй месяц он делает Пасху. И дает шанс. И при всем том, когда люди начинают каяться, проводить Пасху. И такой Пасхи не было со дней Соломона. Пасха, может быть, даже не проводилась какое-то время. Но это возрождение такое должно было принести пробуждение в Израиле и так далее. Должна была бы прийти эта свобода. Должна была прийти процветание, как мы ожидаем. Если ты придешь к Богу, все изменится. Будешь служить пред Ним, все у тебя в жизни изменится. Враг тебя не будет атаковать. Бог на твоей стороне. И вдруг Санехерим приходит и говорит, чего ты от меня отделился. За что? Почему? И окружает Иерусалим. Это другая история. И вы знаете, страшно. Но я как раз во время проповеди в субботу буду прикасаться к этой части. Второй шанс Израилю дан. Но написано, что в первый месяц, 14-го Несана, в первый месяц, да будет у вас Пасха. А тут они празднуют второй месяц Пасхи. По уставу или не по уставу? По уставу. Почему? Есть правило для тех, кто опоздал. То есть у Бога есть всегда еще второй шанс? Это второй шанс? А почему бы нет? Нет, если ты на земле находишься. Если ты находишься там, где должно было быть, и ты должен был готовить делать это в первый месяц по уставу, а ты его не делаешь, да, то это как бы второй шанс для тех, кто бы омыться, приготовиться и сделать шанс. Хуже был, если бы не использовал второй шанс. А как люди, большинство людей, почему не хотят возвращаться в общину или в церковь, или в другие места, где собираются люди, потому что они чувствуют, что они недостойны, они настолько сильно упали, настолько они попали в грех, что дьявол разводит их на то, что тебе нет покаяния больше. О чем мы говорим? Жертвы за грех уже нету. Ты уже поглумился над Христом, над его жертвой. Больше жертвы нету. И вот люди, будучи накручены этим, и потом еще, а что бы мне подумают другие люди, какое-то самое, и поэтому не приходят. А Бог, зная эти все возможности, вот ситуации человеческие, да, говорит, если ты не чист, если ты не готов, если ты был далеко и не приготовился к Пасхе, то у тебя еще нет, я даю еще один шанс, приди, принимай эту Пасху. Что такое Пасха? Исход. Не просто празднование, а исход. Ты был рабом, теперь ты свободен. Поэтому этот шанс, который дается, он должен взяться, взяться человек должен, этот шанс. Я верю, что это шанс. И так же самое восстановление храма, да, вот данная позиция. Я понимаю, что будет восстановлен третий храм, потому что он разрушен был, второй. Но вот в данный момент это был шанс возвращения не просто в землю, о восстановлении религиозной идентичности, то есть принадлежности корням веры, которые Бог оставил для Абрама. Вот вопрос у меня такой, праздновали ли евреи праздники в рассеянии? Храма не было. Как приносить жертвы? Вы понимаете, да, где, как, что? Вот эти вопросы глубокие, которые мы задаем, и какие для многих людей, если нет места, нету синагоги, нету места, где преклонить колени и так далее, как молиться? Что делать? Вот знаете, вот этот вопрос для многих религиозных людей, это очень важно. Очень важно. Где, в каком месте, когда это нужно? Бог дает нам праздники не для того, чтобы просто тупо их выполнять, а иметь отношения. И я думаю, в моем личном понимании, что праздники, они чтились как дни, но в жертву ли приносились тогда? А мог ли быть какой-то там, который понимал, насколько глубоко что-то сделать для себя, для своей семьи? Нет, вот до восстановления второго храма, Израиль, он, как сказать, он не знал, что делать. Он, идолопоклонничество было настолько сильно через народы, которые там жили, через царей, которые там царствовали. Мы к этому придем, но смотрите, откройте Иеремию, 29 глава, кто-то будет зачитывать, у вас есть микрофон, с 10 по 14 стих. Есть у вас 29 глава Иеремии, с 10 по 14 стих. Если у вас есть местописание, возьмите микрофон, кто будет читать. Пожалуйста, давайте. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, и тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерение, какие имея вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь. И возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Вы говорите, Господь воздвиг нам пророков и в Вавилоне. Так говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе всем, и о братьях ваших, которые не отведены с вами в плен. Так говорит о них Господь Саваоф. Вот я пошлю на них меч, голод и моровую язву, и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их. И буду преследовать их мечом, голодом и моровой язвы, и предам... 14 стихом, да? Заканчиваем. А, ну уже позже. Да, уже давно закончился. Ты так хорошо увлекся пророческим словом. Здесь идет слово надежды. Вы должны понимать, что вот период, когда заканчивается, доходит до изгнания или же расселения, заканчивается эра царей. Да, и вот микс такой царей и пророков вместе идет, потому что миссия была тому, чтобы вернуть к поклонению, к жертвоприношению народ Израиля, который еще не определился каким-то образом относительно, как следовать. Как следовать Тору, если цари, которые становились у них царями, не ходили путями Бога Господа, написано. Ибо этот не ходил путем отца своего Давида. Но если же уставы, помните, мы почитали устав царя, что он должен был бы делать. И он должен был переписать эту книгу, он должен был ее изучать, он должен был чувствовать себя, как один из народа, и не господствовать, не превозноситься, не умножать и все остальное. Но здесь есть момент такой очень интересный, что, буду говорить о проповеди на Шаббас, и даже Езеки, который сделал что-то особенное, где, знаете, зло, которое явным злом. Когда пришел царь, да, с одних Рим, он говорит, почему ты отделился? А тот выходит, говорит, я тебе, я, то, что, как бы, я должен, тебе отдам. И он назначил цену. Цена там, если перебрать на сегодняшние деньги, да, это 41 миллион уе. Где его взять при всех войнах и там оброках и всего остального? И что он делает? Он берет серебро и золото и даже снимает с ворот или с дверей храма золото и отдает. Поэтому, говорит, кто поклянется золотом храма и так далее, помните, да, то есть, как бы, будет повинен. Но что больше, храм или там, да, вот что больше, да, это такое золото. Момент здесь такой, что это было ужасно. Он взял у Господа, он взял то, что принадлежало Господу, то, что было посвящено Господу. И, знаете, во всем этом, да, Бог все-таки заступился за него. Все-таки заступился. Я буду об этом говорить в субботу. И вот здесь, вот, Еремия дает надежду, что все вернется. Я вас, ну, когда 70 лет пройдет, я все-таки верну вас. Верну. Но интересно здесь, мне говорится, весь народ, да, там, хотя на некоторых местах есть, что переселились, весь народ пришел, в Иерусалим и так далее. Весь народ не означает один за одним, то есть, каждый. А те, кто поверит в порочество, которое было сказано задолго до этого, о возвращении, о восстановлении, о славе Божьей, о милости Божьей, о процветании, о благополучии. Вы понимаете, да? Вот здесь момент такой, что нужно верить. А чаще всего, когда мы уже где-то устроились, Бог говорит, мы приехали из другого города, мы устроились, у нас все хорошо, у нас уже есть квартира заработанная, да, там уже 20 лет работали, на крестном ее поучили. У нас есть дети наши, уже говорят, не на еврите, да, а уже на персидском языке, там у нас уже конница появилась, у нас же лошадка, у нас маленький гешефт и все остальное. И вдруг в синагоге, в которой там есть собрание, говорят о том, что об этом времени пророчествовал Еремия, о возвращении. Кто поверит, что 70 лет уже прошло и нам нужно возвращаться в Иерусалим? И все такие, а-а-а, извините, а как же это? Да, как же тут гешефт? Как же та квартира? Как же те кони? Ладно, кони можно собраться, дети собраться. А что с этим делать? А что там есть? А что там есть? А им говорят, а вы знаете, там есть самаритяне. Кто такие люди? А вот как бы наши, но с какими-то идолопоклонническими движениями. Там нет, там есть евреи, там есть евреи. Мы придем к одной части, что там были евреи, властвовали евреи. Но они не тоже хотят, чтобы мы возвращались. Вот кто поверит такому? И вот количество людей, небольшое ушло обратно. И они встретились с тем, что все разрушено. Все нужно восстанавливать. Во что нужно было верить? Вот, чтобы восстановить. Я думаю, что этим всеми людьми двигала надежда Мессии. Что Мессия придет. Что все-таки мы избранный народ. Что должен восстановлен быть храм. Да, вот должно быть восстановлено быть приношение. И народ должен обновиться и так далее. Но время очень долгая часть. Сколько восстанавливался примерно Иерусалим? Сколько можно Иерусалим восстанавливать? При сегодняшних всех способностях, технологиях, да, не так быстро можно восстановить то, что даже есть. А нам же хочется мгновенно. Да? Кто из нас не хочет пробуждения завтра? Вчера. Его нужно было еще вчера иметь. Но хотим его завтра. Да? Но к этому ничего не приложить. Да. Ну да. Нет, почему? Мы делаем, но мы думаем, я что, один здесь лох? Если вы, я не ругаюсь, это лох, это этот самый, нет, это ваша интерпретация. Это тот, кого переводят через дорогу или там по тротуару, которого можно обмануть. Да, вот этот момент такой здесь. И вопрос, нужно организовать так общество, у которого будут цели, цели идентичности и цели восстановления. Исайя об этом пророчествует, о восстановлении. Например, 44 глава с 28 по 26 стих. И 58 глава, 12 стих. И вся глава 62. Если вы, может, не сильно знаете о Исайе, он как раз жил во времена, тогда, когда был Иерусалим окружен. Да, вот, и когда вот он говорил о царе, что он будет, так сказать, погибнет, который превозносился с Алихарим. Но также Исайя был одним из, богу, и так, князей или княжеского рода. И когда в послании к евреям говорится, да, помните, да, некоторые были перепилими, помните, да, это говорится об Исайе. Исайю распилили. Пророка распилили, чтобы вы знали, Исайю так закончила свою жизнь пророческую. Кто-то еще хочет быть пророком? Женя, 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 так, он. Кто-то хочет быть пророком? Ведь многие хотят быть пророком, а вот последствия пророчества, может быть, различные, да, вот, да, вот. И одно самое главное, что эти все пророки, они были уведены в рассеяние и шли с народом, страдали с народом. А наши сегодняшние пророки хотят, чтобы все ушли, а мы остались. Всем плохо, нам хорошо. Мы же слушаем Бога, да, вот. Вы замечали такую тенденцию многих пророков, да? Вас, вот, Бог, вот так, вот, а тебя, как, я следую за Богом. Все будет нормально. Я так и понимаю. Исчитайте Исайю 44, 26, 28. Почитайте кто-нибудь. Микрофон только возьмите. Пожалуйста. Мы будем с вами изучать это все. Кто там первый? Который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников, Который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, городам иудинам вы будете построены, и развалены его я восстановлю. Который бездне говорит, и сохни, и реки твои я иссушу. Который говорит о Кире, пастыре мой, и он исполнил всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Смотрите, нам, когда мы читаем эти слова, нам кажется, что это говорится за сейчас. Правда? Ну, мы же хотим, чтобы будущее Исаия, это мессианский пророк. Он говорил за, там, как бы, за время, за сотни лет до пришествия Мессии, и 53-я глава четко открывает Мессию, и у нас подразумеваем, что он пророчествует о будущем. И мы понимаем, всего лишь, там, какие-то 60 лет назад Иерусалим, Израиль, приобрел свою страну, как бы так, да, и мы говорим, и восстановление, населять, опять населяться, и так далее. И как будто это такое мессианское движение вперед. Но мы не должны забывать, что, помните, мы говорим, у Бога есть вторые, как бы, шансы. Вот, как история, повторяются некоторые вещи дважды в таких вещах. Вот, будем говорить так, исход, да, будем говорить, исход из Египта. То есть, они ушли туда, стали рабами. И потом исход, нужно было поверить в этот исход, нужно было поверить Богу, выйти в землю, амбитованную здесь, опять же, в рассеянии, с Вавилона, с других мест. Нужно было поверить тому слову, что идет, нужно возвращаться, нужно восстанавливать. Это, как бы, вот, параллели такие. Десять заповедей, которые мы имеем, да, и десять наставлений на горнопроповеди, они, как бы, такими, вот, идут повторными такими вещами. И много других есть вещей, которые в Писании, они, как будто, знаете, вот, прообразы двойные такие. Я верю, что у Исаии тоже такая часть, что будет восстановлен храм. Но это первый храм, но и третий должен был быть восстановлен, тогда, когда евреи, что, вернутся обратно. То есть, мы живем в такое время, которое, знаете, вот, если быть слепым, не видеть то, что происходит, мы будем обмануты. Нам нужно видеть, что происходит в Израиле, нам нужно посмотреть, что происходит в этом мире, и понимать, что мы очень близки к пришествию Мессии. И знаете, как если сегодня говорить о том, что нам необходимо пробуждение на Украине, в России, в Америке, везде, все вроде бы говорят, да, да, нам это нужно, но готовы ли мы выйти? Готовы ли мы выйти с этой доброй вестью на улице и сказать, люди, нам нужно спасение, нам нужно обновление. Не все, ну, как бы, у меня работа, у меня маленький гешефт, у меня там семья и так далее. Ну, как бы, ну, кто-то другой, кто-то верит. И вот этот, как бы, вот этот, знаете, вот, выход из Вавилона, поверить в восстановление. Я верю, что Бог не зря нам эти все вещи показывает, для того, чтобы мы правильно подходили к вопросам. 58 глава, 12 стих, почитайте. Нет, 58, 12. 58, 12. И расстроятся потомками, да? Да. Застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Вау! Насколько это сильно. Вот Бог говорит это вставление. И давайте посмотрим. Все-таки, как я уже говорил, Эзра и Неемия. И как бы до недавнего времени это была, как бы, одна книга. Книга возвращения. То есть, как сказать, даже возврата или восстановления. Что отличало Эзру и Неемию? Неемию. 70 лет, но вряд ли, там разница небольшая есть. Там есть, помните, мы говорили, там три было потока людей, которые возвратились. Да, там было несколько потоков, которые возвращались. Вот. И Эзра, он приходит в Верусалим на восстановление. И Эзра был у нас кем? Священник. Один из священников. Книжник, можно даже сказать. Да, такого? Больше как книжник. Но это священческая работа. Книжник. Что такое книжник? То, кто писал, кто-то переписывал, кто-то читал. Сегодня мы можем говорить, это тот же Кантр, который в синагоге, или же тот же чтец Торы, который выходит и читает. Фактически и тот, кто переписывает этот Софар, переписывает это все. Значит, означало то, что знали ли евреи своего Бога? знали. Потому что без надежды на Бога нельзя было думать о том, что есть восстановление. Мы видим это с Мардахаем, который разорвал на себе одежду и видел гибель своего народа. Мы видим Исфир, которая она брала просто и просила по Писанию взять пост, чтобы три дня не кушать, не есть, и так далее, детям не давать. Мы видим о том, что на дни, которые выкидали, жребия были, уничтожения. Я понимаю, что евреи, уходя в рассеяние, все-таки содержали свою еврейскую идентичность, но они не были настолько религиозны и держаться закона Божия, насколько необходимо было до Писания, потому что когда они вернулись, они не ставили перед собой цели восстановления религиозной идентичности в Израиле. Не ставили перед собой. И только при возвращении Неемии, то есть Неемия приходит с целью именно религиозного восстановления. Я по-другому не могу вам это рассказать. Там мы понимаем, что было противостояние. В одной руке был мастерок, в другой было оружие, они противостояли людям, которые там жили. Тем же самарянам, Товия. Мы придем, кто такой Товия еще. Вы удивитесь, кто он такой еще. Кто он так вообще. Потом Неемии, почитайте, давайте откроем вместе. Неемию, вторая глава. Вторая глава с 5 по 9 стих. И сказал царю, если царю благоугодно, если боговоление раб твой перед лицем твоим, то пошли меня в Иудеи, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой, когда возвратишься. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю, если царю благоугодно, то да, дал бы он мне письма к зареченным областоначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо Асофату, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерево для ворот, крепости, которая при Доме Божьем, и для городских стен, для дома, в котором бы мне жить, дал бы мне царь, так как благодеяние, извините, благодеющая рука Бога моего была надо мной. Пришел я к зареченным областиначальникам и дал им царское письмо. Очень интересный здесь этот оборот, потому что письма нужны были, чтобы пройти почти 27 областей. Это много. И над каждой областью были свои областные начальники, которые, их задача была снимать дань. Понимаете, да? Только лишь при царском письме можно было пропускать людей, особенно это относилось к переселению людей с одного места в другое. фактически евреи не могли 70 лет вернуться обратно. Может быть, хотели бы, но не могли так, раззять и пошли. Там были евреи, которые служили царям или же империи, которая там была. но при всем этом Неемия делает рискованное дело, потому что у него сердце горело по Дому Божьему и по Иерусалиму, и он просит не просто дать пропустить, он говорит, не хотели бы вы еще поучаствовать в восстановлении этого прекрасного храма? К удивлению, да? Не верующий, не почитающий Бога, язычник, соглашается на эту работу. Для меня вопрос, почему? Зачем? Не, он же язычник, он перед своими богами. Что толкало Кира дать возможность евреям вернуться на свою родину? Я понимаю, это мы хорошо говорим, когда мы говорим Божье благоволение, вдруг там как бы ни с того ни с сего. Боялись? Они же в России, ничего бояться. А давайте так возьмем такие моменты, как насчет того, что Писание говорит, будьте послушны властям. И очень важно было, помните это место Писания, где говорит, давайте будем молиться, когда были в Вавилоне, молиться за устройство, чтобы нам было хорошо, за то, чтобы боговоление было Божие и устройство в стране. Другими словами, если взять эсфирь, то народ Израиля оказался не бунтовщиком и заговорщиком. Они смиренно несли свою ношу, как подобало, и даже больше того, они были хорошими участниками становления Вавилона или там Суз, или империи. Они как бы не имели этой позиции бунта и возмущения. Я думаю, что при вот таком подходе, как Иосиф, который имел боговоление в доме Патифара, в тюрьме, будучи в тюрьме, он имел боговоление, и люди говорили, видели, что с ним был Бог. И, наверное, как ты прав, что Даниил, Исфир, Мардахай и другие, может быть, еще люди, которые от еврейской такой крови были верными людьми. даже то, что Мардахай разоблачил заговорщиков. Интересно, да? А ведь если ты в рабах, и тебе как бы все равно тебя эксплуатирует чужой царь, ты не живешь на своей стороне, думаешь, да, мне надо, хай грохнут его, может, нам станет легче, мы уйдем отсюда. Можно было это сказать? Конечно, вопрос о том, но ведь Бог нас призвал к миру, и израильский народ призвал быть светом, да, везде, где они будут светом. И вот я верю, что, наверное, из этих вот побуждений, что все-таки и пророческое слово, и благорасположение, благо, такое благоволение, да, способствовало этому расположению. Более того, скажу так, Советский Союз был заперт такой державой, где евреи в одно время смогли очень быстро уехать, кто куда хотел, а после вот, когда было восстановление Израиля, все равно железная занависть была настолько сильна, что евреи уехать в Эрес-Израиль было довольно сложно. Были такие люди, которые уезжали, но в общем, в общей картине партия поработала так над евреями, что каждый, кто хотел туда уехать, был предатель Родины. Да? Вот. И вдруг Божье благоволение, полнота времени приходит, и перед тем, как Советский Союз развалился, перед тем, как он развалился, каким-то образом, ни с того, ни с сего, мистер Горбачев, Миша, подписывает возможность всем евреям уехать. Ну, хотите, уезжайте. Да, зачем, у нас все равно разруха, и так далее. То есть, какое-то такое интересное богорасположение. И мгновенно все евреи поняли, что нужно что-то делать. Да, кто-то не смог, кто-то не хотел, кто-то не хотел жить в таком жарком климате, да, кто-то там уезжал, я вам скажу так, мы, когда уезжали, нам статус не дали, чтобы мы переехали в Ариц Израиль, нам сказали, у нас для вас, верующих в Мессию, есть другие положения. Но с нами ехали все остальные, которые в него не верили, и даже не знали, и не хотели, но не хотели жить в Ариц Израиль, потому что там постоянно какие-то конфликты, и там маленькая страна, и им хотелось куда? В более, в более, как бы, цивилизованную страну с большим прожитком, пропитанием, и для них кажущаяся самым лучшим местом, как бы сказать, обитованная земля в Нью-Йорк. Там, где были другие евреи, которые сбежали во время войны, до войны, или во время войны ушли туда. Там, как бы, был оплот всех еврейских хасидов, и так далее. Нужно было туда уехать, или в другие места. И они под любым соусом. То есть, они становились баптистами, пятидесятниками, адвентистами. Кем бы только вы не представляли о себе, когда мы заходили все вместе в консул или проверку, и их спрашивали, вера, и спрашивали, баптист. А я смотрю на него, он такой, еще курит, когда еще матом ругается, мы хорошие баптисты. Знаете, я понимаю, что есть разные такие моменты, но я также верю, что в Эрес Израэль, то, извините, я не хотел этот какой-то, я честно говорю, что то, что мы пережили, мы так возмущались, я скажу честно, где мы жили, там, мы, вот, те, кто попадали к нам среди верующих, мы сразу их евангелизировали, сразу это самое, у нас мы делали собрание, каждый день собрание было, им ничего не, мне оставалось дело, как ходить на них, знаете, но они так возмущались, некоторые спаслись, некоторые нет, некоторые уходили, уезжали, то есть, разные поводы искали, да, вот, но я верю, что в конце времен, все-таки, Бог сделает нечто, Он обратит наш народ к Мессии, к той надежде, которая есть, потому что без него невозможно ни восстановление храма, невосстановление, вот, Эрис Израиль, той надежды, которую Бог оставил для нашего народа, да, вот, это, ну, напрямую говорю, что это мне, как бы, толкает меня, для того, чтобы работать с евреями, с ними нелегко, каждое свое мнение, и все-таки, мы, мы не будем читать все книги, вот, всю книгу Эзры и Неемии, мы не будем читать, но мы придем к некоторым главам, но мы начнем с последней главы, Неемии, 13 глава Неемии, как у евреев, всегда начнем откуда? С конца, да, начнем с того, чем у нас закончилось все это дело, откройте, вот, прямо с первого стиха, 13 главы, и давайте мы, так интересно просто, как бы, с чего она начинается, начинается, написано, в тот день, в тот день, да, а, я понял, что я как раз новую какую-то тему назначил, и надо, у нас 5 минут осталось, я задаю, как бы, вопрос, что это за тот день? Либо я вам дам возможность прочитать немножко всю главу, давайте так сделаем, по-другому, сейчас у вас перерыв будет, да, вот этих 5 минут мы возьмем, возьмем, и вернемся сюда в 7 часов, за это время попробуйте почитать 13 главу, и задайте себе вопросы такие, окей, вот, что это за глава, к чему она приводит, это заключительная глава, или это какой-то промежуточный, как бы сказать, вариант, что это за тот день, когда была читана книга Моисеева вслух, что это был за день, когда читали его вслух, или это был какой-то особенный день, да, вот, моменты, вот давайте мы с этого начнем, в следующие несколько, как бы, наших уроков.